МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Привет! Как всегда с тобой в это время студенческие новости Казанского федерального университета Универньюз. О том, что нового произошло в стенах нашей Альма-Матер, расскажу тебе я, Радик Загидулин. Итак, сегодня в выпуске. В направлении изменений. Какие инновации нужны Татарстану? Все на сход граждан. Ректор КФУ встретился с населением Апастовского района. Первокурсник, актив КФУ ждет тебя. Завтра состоится ежегодная экскурсия по студенческой жизни. Инновации – это ключ к развитию. Это давно известно всем. Татарстан не отстает от мировых тенденций и призывает студентов участвовать в республиканском конкурсе инновационных идей. Инновация – введенный в употребление новый или значительно улучшенный продукт или процесс. Впервые это понятие появилось в научных исследованиях 19 века. И сейчас, в прогрессивном 21 веке, стало самым актуальным направлением в мировом экономическом развитии. По числу внедренных инноваций Татарстан давно занимает лидирующие позиции в стране. В инновационную деятельность давно привлекают студентов. Уже в десятый раз инвестиционно-венчурным фондом и Академией наук Республики Татарстан проводится конкурс «50 лучших инновационных идей для Республики Татарстан». На конкурс принимаются проекты, ориентированные на решение проблем научно-технического, экономического, социального и гуманитарного развития Республики. До 15 октября продлится прием конкурсных заявок, регистрация и предварительная экспертиза проектов на соответствование требований. А о каких инновациях мечтают наши студенты? Даже не знаю. Мне кажется, все вполне гармонично и все вполне развивается в нужном направлении. Взгляд, достаточно много уже сделано и делается. Так что я даже добавить не могу, потому что мне будет стыдно. Один минут на поле с чего стоит. Ну, возможно, какие-то IT-технологии. Но я думаю, инновации в нашем городе довольно-таки присутствуют. Инновации в сфере компьютерных технологий. Какой-нибудь электронный кондуктор в автобусе, чтобы не было вот этой бабульки, которая ходит и... Я не знаю, коптеры построить и все. Что это? Ну, коптеры. Почту носить в быстрые посылки. Наверное, не внедрили, а совершенствовали, можно так сказать. Много чего, много всяких отраслей и всякое такое. Ну, надо подумать, так сразу не скажешь. Ну, какие-то новые эти технологии, внедрение каких-нибудь электронных карт, новых электронных билетов, электронных учебников обязательно, чтобы рюкзаки у детей не были тяжелыми. Главным условием участия из года в год остается документальное подтверждение внедрения или намерение о внедрении разработок на предприятиях республики. Все заинтересовавшиеся могут направить свои заявки в Академию наук республики Татарстан и представительство инвестиционно-венчурного фонда. Лилия Равилова, Ленардо Влетьяров, Универньюз. 10 сентября ректор Ильшат Гафуров принял участие во встрече с жителями Каратунского поселения Апастовского района. До официального мероприятия Ильшат Равкатович вместе с главой Апастовского муниципального района Рашидом Загидулиным посадил дерево перед зданием администрации Апастова, неся тем сам клад в создание университетской аллеи. Во время выступления на сходах ректор КФУ напомнил о необходимости формирования единой системы управления республикой. Во встречах также принимал участие секретарь Совета безопасности Республики Татарстан Валерий Власов. Он отметил, что Татарстан является одним из лидеров среди регионов России, который имеет множество интересных проектов, для реализации которых необходимо большинство в законодательном собрании. Ректор Казанского федерального затронула тему модернизации системы российского образования. Ильшат Гафуров обратил внимание на то, что разобщенность школ и вузов уходит в прошлое. КФУ активно взаимодействует со школами и берет на себя обязательства по подготовке учащихся к старших классам к ЕГЭ. В этот же день Ильшат Гафуров отправился в село Кушманы на открытие фельдшерско-акушерского пункта, где также присутствовали глава Акайбетского муниципального района Альберт Ахматурин и представители Министерства здравоохранения Республики Татарстан. Леана Санамян, Руслан Урозаев, Универньюз. О последних новостях науки из вузов всего мира узнаем прямо сейчас от Ралины Киряевой. Начну, пожалуй, с новостей науки в мире. Постдокторант Джун Сун Ганн из Технологического университета в Мельбурне предложил революционный способ записи данных на традиционные оптические носители. Ганну и его коллегам удалось разработать метод записи на 9000 трабайт данных, что соответствует, например, 50 тысячам фильмов в высоком разрешении, вместо традиционных 4,07 гигабайт. Суть метода в размещении на дорожках диска дополнительных битов. А в России сотрудники Самарского НИИ сельского хозяйства имени Тулайкова передали на кафедру садоводства ботаники физиологии растений Самарской густарственной сельскохозяйственной академии уникальные образцы плесени, разбившейся за время полета космического спутника «Фотонэ». Во время пребывания спутника в космосе на его борту находились в том числе семена культурных растений, гекконы, мухи, дрозофилы, микроорганизмы и грибы. Большая часть микроорганизмов погибла, но активный рост получила совершенно другая микрофлора – плесень. Сейчас самарским ученым предстоит выяснить, что за грибы прилетели из космоса. А в Татарстане Национальный университет Сингапура и университет Иннополис подписали соглашение о сотрудничестве. Об этом сообщает пресс-служба Министерства информатизации связи Республики Татарстан. Документ предусматривает сотрудничество в области образования и науки. Ожидается, что Национальный университет Сингапура будет принимать активное участие в отборе профессорско-преподавательского состава для университета Иннополис, организовывать стажировки успешных кандидатов на своей площадке. Также планируются партнерские исследовательские проекты и совместная подготовка аспирантов. А на этом все. После торжественного окончания универсиады все казанцы с нетерпением ждут принятия нового праздника спорта. Чемпионаты мира по водным видам спорта, которые придут к нам в следующем году. Организаторы чемпионатов в Казани, как всегда, отличились оригинальностью и подготовили несколько интересных сюрпризов. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА На борту пилотируемого корабля «Союз ТМА-14М» в космос отправится специальный цилиндр, наполненный водой из реки Казанка. Членам экипажа капсулу торжественно передаст премьер-министр Республики Татарстан Ильдар Халиков. После того, как команда доставит символ на Землю, он будет передан на хранение в один из музеев страны. Кроме того, организаторы чемпионата сообщают, что день, когда до старта соревнований останется 300 дней, в Казани ознаменуется открытием стела предстоящего чемпионата. Арт-объект будет построен в одном из самых популярных среди горожан мест – в конце улицы Баумана. Ну а пока мы можем лишь только готовиться к чемпионату, следить за новостями и ждать новые сюрпризы. Алена Липина, Универ Ньюз. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Если ты первокурсник Казанского федерального, следующая информация специально для тебя. Уже завтра, 12 сентября, в 17.00 в Большом зале КСК КФО «Оникс» состоится концерт – экскурсия по студенческой жизни. Смотри, как это было ранее в анонсе от Лианы Саномен. Ну и не пропусти экскурсию этого года. Студенческая жизнь Казанского федерального университета – это жизнь, насыщенная яркими красками. Альма-Матер представляет всем творческим личностям ценную возможность проявить себя как в учебе, так и в культурно-массовой деятельности. Для всех заинтересованных студентов открыт настоящий простор для творчества. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Концертная программа, которая будет представлена завтра, включит в себя выступления лучших творческих коллективов университета. Экскурсия по студенческой жизни – это демонстрация яркой творческой жизни, которой живет студенчество Казанского федерального. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Радовать первокурсников будут вокальные и танцевальные коллективы, сольные исполнители, команды КВН и творческие объединения. Любители театрального искусства могут найти себя в творческой мастерской «Театрон». Кроме того, у Казанского федерального университета есть своя хоровая капелла, существующая уже более 55 лет. Концертную программу «Экскурсия по студенческой жизни» проводит Департамент по молодежной политике совместно со студенческим клубом КФО. Если ты за активный образ жизни, двери уникса открыты для тебя. Леана Садомян, Универньюз. А также завтра вас ждет спортивный флешмоб, посвященный 250-летию со дня основания КФО. Ну что ж, на этом у меня все. Пока-пока! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Продолжение следует...